Недавно я наблюдал за дебатами, один момент из которых потряс меня. Интервьюер, чьи ценности, похоже, совпадают с культурой отмены, сказал следующее. Почему ваше право на свободу слова должно преобладать над правом другого человека не быть оскорблённым? Тут же джентльмен ответил, потому что, чтобы думать, нужно рискнуть быть оскорбительным. Я уверен, что некоторые из вас знают, на какое интервью я ссылаюсь, и я расскажу об этом через пару минут. Но я хочу подробно обсудить это. Человек, который имеет смелость думать самостоятельно и выражать свое мнение, рискует обидеть тех, кто его слышит. Многие думают, что культура отмены является чем-то новым. Однако она была с тех пор, как люди получили возможность к общению. Серьезно. Еще Сократ, которого считали одним из величайших мыслителей всех времен, был казнен за то, что своей речью выставил некоторых известных афинских граждан дураками. В сегодняшнем видео, господа, я перечислю вещи, за которые мужчине никогда не следует извиняться. Объясню. Да, вам не нужно извиняться за мнение, которого вы твердо придерживаетесь, но с которым не согласны другие. Будьте готовы к негодованию, потому что многие люди не любят, когда их задевают. Им не нравится, когда кто-то указывает на то, что они могут ошибаться. Итак, то, что вам не нужно извиняться, не означает, что другие люди не придут за вами. Далее, вам не нужно извиняться за успехи в спорте, в учебе или в бизнесе. Если вам посчастливилось заработать много денег и вы зарабатываете их, этично и соблюдая законы, вам не нужно ни перед кем извиняться. И так много людей имеют неправильное представление о том, как это работает. Когда вы создаете бизнес, когда вы работаете и добавляете ценность компании, вы увеличиваете размер пирога. Это не воровство у других. Допустим, вы просто потрясающий человек, успешный в поло. Это спорт, которому вы тренировались. Вы потратили часы и отлично играете в футбол или регби. Как бы то ни было, никаких извинений, потому что вы приложили усилия и теперь пожинаете плоды этого успеха. То же самое с бизнесом и учебой. Никогда не извиняйтесь за то, что вы хороши. Далее, вам не нужно извиняться за отказ. У вас есть ограниченное количество времени и ограниченное количество ресурсов. Иногда люди пытаются вас использовать. Вам нужно просто отказать, потому что вы не можете тратить ваше время и ресурсы на решение чужой проблемы, только если вы сами не хотите помочь. Вам не нужно извиняться за то, что вы знаете пределы помощи. Далее, никогда не извиняйтесь за то, что позаботились о себе. Я не говорю о том, чтобы сбивать детей, первым забегая в буфет. Я говорю о заботе о себе. Вы летите в самолете, выпадают кислородные маски и что вы делаете? Вы сначала надеваете свою, а потом помогаете окружающим. Если вы не заботитесь о своем теле, если вы не работаете над улучшением своего разума, если вы не уделяете времени упражнениям, вы действительно оказываете медвежью услугу себе и окружающим, потому что не можете идти своим путем, не говоря уже о том, чтобы помогать другим дальше. Далее, никогда не извиняйтесь за то, что задаете вопросы. Большинство людей не делают этого, потому что не хотят выглядеть глупо. Не бойтесь просто попросить дополнительных разъяснений, чтобы иметь возможность вдаваться в детали. Скажите, не могли бы вы объяснить? В этом нет ничего плохого. Вам не нужно за это извиняться. Многие хотели бы задать этот же вопрос, но у них просто не хватает смелости. Так что спрашивайте и не извиняйтесь. Теперь некоторые из вас смогут подумать, Антонио, вам нужно извиниться за выбор рубашки, которую вы носите сегодня. Вот в чем дело, я никогда не собираюсь извиняться за свой выбор одежды. Мне весело, я хочу самовыражения. Господа, не стесняйтесь. Мы канал стиля, не стесняйтесь использовать свой внешний вид, чтобы отправить правильный посыл. При этом, будьте осведомлены о дресс-коде и имейте смелость надеть то, что вы сами хотите носить. Следующее в списке. Никогда не извиняйтесь из-за неудач. Не все может получиться. Вы можете подвести команду, потому что вы сделали последний выстрел и промахнулись. Но у вас хватило смелости попробовать. Вы тренировались и делали все, что могли. Не нужно извиняться, если вы выкладываете все свои силы. Могут уволить, но не нужно за это извиняться перед семьей. Вы найдете способ добиться успеха. Вы найдете способ получить еще один шанс и воспользуетесь им. Если вы извинились или видели, как кто-то извиняется за то, что им, вероятно, не нужно извиняться, сделайте мне одолжение. Нажмите эту кнопку, чтобы больше мужчин могли найти это видео и набраться смелости просто не извиняться за то, чтобы быть собой. И я бы хотел услышать в комментариях подобные истории от вас. Далее, никогда не извиняйтесь за то, что вы сказали правду, когда это нужно. Да, правда может навредить. Я не говорю, что вам нужно все время быть прямолинейным. Но если правда должна быть раскрыта, если кому-то нужно быть честным с кем-то, никогда не бойтесь говорить правду и никогда не извиняйтесь за это. Этот момент может быть самым важным в виде, но никогда не извиняйтесь за то, кого вы любите, за то, кто вы есть, за то, откуда вы родом. Есть причины, за которые я не могу выговаривать некоторые вещи. У меня было очень сильное заикание, когда я был ребенком. Я не собираюсь извиняться за это. Я стараюсь быть лучше. Я всегда стараюсь учиться. Я стараюсь совершенствоваться и понимаю, что есть ограничения, но они мне не мешают быть хорошим отцом и мужем. Я не собираюсь извиняться за то, что, может быть, не выложил больше контента. За то, что, возможно, не сделал то, что некоторые люди думают, что я должен делать, потому что это мои решения. Хорошо, господа. А какое видео смотреть дальше? Как насчет навыков зрительного контакта, которыми должен овладеть каждый мужчина? Серьезно, если вы не понимаете необходимость зрительного контакта, вы можете просто прожить жизнь. Но намного лучше, если вы научитесь зрительному контакту и поймете эти правила, которые я описываю в этом видео. Узнайте, ребята, видео прямо здесь.